Всем привет! Сегодня видео про настройки в macOS Sequoia. Давайте вначале поговорим про обновления. Если вы обновились на стабильную версию и не хотите ближайшее время обновляться, обязательно зайдите в пункт настроек и отмените эти пункты. Или наоборот включите, чтобы система автоматически обновлялась. В macOS Sequoia добавили динамические обои, Macintosh и Sequoia. В разделе природа также появилось несколько новых композиций, которые вы можете загрузить и уже применять для своего рабочего стола. Это Sequoia на рассвете, утром и ночью. Эти разделы мы также можем применять для пункта заставки. Давайте посмотрим, как это выглядит. Давайте также расскажу, как удобно пользоваться паролями. Добавили новое приложение, где мы можем просматривать свои пароли, копировать, передавать и синхронизировать. Но каждый раз запускать приложение довольно неудобно, поэтому переходим в настройки и здесь ставим галочку «Показывать пароли в строке меню». Теперь пароли у нас всегда под рукой, если ими быстро нужно воспользоваться, ввели пароль администратора, ввели то, что нам нужно, выбрали нужный пароль, дальше пароль можно копировать или использовать его для входа на сайт. Теперь в календаре появилась новая функция, можно поставить напоминание. Выбираем любое число, правой кнопкой «Новое напоминание». Вводим название данного события, дату и время, также выбираем раздел «Напоминание». Переходим в настройки, обязательно ставим галочку «Запланированные». Теперь все, что мы создали в календаре, появляется в напоминаниях «Дата», «Время» и «Название события». Теперь вы точно не забудете о важных делах, которые вам нужно совершить, если вы добавили их в календарь. В Safari также появилась удобная функция «Скрыть отвлекающие объекты». Вы просто выбираете данный пункт. Теперь перемещаете курсор мыши по сайту и он показывает вам объект, который вы можете скрыть. Это хороший инструмент, если вы хотите убрать ненужный контент, например, при видеоконференциях или показать что-то на сайте для своих детей. И там есть ненужная информация, которую вы бы хотели пропустить. FaceTime также добавил в свой арсенал несколько инструментов. Это режим портрета, студийный свет, реакции и фон. Давайте я буду поочередно нажимать на данные разделы, а вы будете смотреть, как меняется картинка. Также в окно просмотра мы можем добавлять различные реакции. Давайте это проверим. Как мы видим, все отображается корректно. Давайте перейдем к следующему разделу. И это фон. Мы можем использовать однотонные цвета, можем загрузить какую-то свою картинку или использовать уже заготовленный, который подготовила для нас компания Apple. Давайте посмотрим на примере. Здесь мы видим 9 заготовленных заранее картинок, которые можем использовать для фона на нашем экране. Новая функция для macOS. И это работа с окнами. Как мы видим, при постановке двух окон рядом у нас всегда между ними есть небольшое пространство. Как его убрать? Переходим в настройки, окна и отобрать окна плитки с полями. Убираем данный пункт. Как мы видим, расстояние между окнами сразу пропадает. Поставьте значение данной настройки в то положение, которое вам больше нравится. Также простым перетаскиванием мыши мы можем примагничивать окна к разным сторонам, но мы должны доводить их почти до края. Но если зажать клавишу Alt, то есть Option, то как только окна будут попадать в зону магнита, они будут автоматически распределяться. Также мы можем использовать различные другие способы, чтобы распределить окна в нужное положение. Просто наведите мышью на кнопку развертывания и выберите нужное положение окна. Также данная настройка дублируется в разделе окна, переместить и изменить размер. Давайте перейдем к следующей настройке. Теперь по шапке окна можно ударить клавишей два раза и оно будет различно изменяться. Что мы можем сделать? Это настройка заливки, изменение масштаба и убирать окно в док. Давайте посмотрим, как это работает. Вы можете в настройках выбрать именно тот пункт, который будет вам удобен при использовании двойного нажатия на шапку окна. Apple также скоро добавит поддержку искусственного интеллекта во многих своих продуктах. Когда это будет и во всех ли странах будет работать, мы скоро с вами узнаем. Появилась удобная функция дублирования экрана своего айфона на рабочем столе. Уведомления, управление и перетаскивать информацию со своего айфона на мак станет удобней. Ну и куда без оптимизированных игр? Всем спасибо, кто досмотрел данный ролик до конца. Если у кого-то остались вопросы, пишите их в комментарии. До новых встреч!